Всем приветик, всем доброе-доброе утречко. Девчонки уже проснулись, на улице у нас сегодня опять плохая погода. Мы планировали сегодня поехать в Ирпень, ну не знаю, сейчас подумаем. Еще, по идее, сегодня должны открыться торговые центры. Если вдруг они открылись, мы сейчас об этом узнаем, то, возможно, может быть, поедем в Лавину, посмотрим, что там есть новенькое, интересненькое. Но это еще не под вопросом. Да, девчонки? Вон, смотрите, волякаются. Что сегодня делать будем? В Ирпень едем? А, Кир? Кира вообще хочет ехать в Лавину. Она говорит, я еду в Лавину сегодня. Открыта она, закрыта она едет в Лавину. Сама, сама. А мы с Лерой остаемся дома. Кстати, сегодня договорилась о том, что я Леру усыновила. О, Господи, ладно. Удочерила. У меня просто сына нет, Лера, понимаешь? Да я думаю постоянно об усыновлении. Да, снег. Не снег не мой сын, снег мой муж, наверное, так его можно назвать. Он меня контролирует везде, требует от меня всегда и ходит за мной постоянно. Кирюшка, так что будем делать? Водьем. Кир, если едем, потому что мы, если планировали, то планировали в 10-11 уже выехать. Уже 11-11. Загадываем желание. Будем в 11-11. Что ты сказала? Что она сказала? Бутербродики? Это называется «Мама, сделай мне бутербродики» на Кирином языке. Так вы мне расскажите, пожалуйста, как вы так решили меня пранкануть с яйцами? Вот так вот, ребята. Так что, такие-то дела. В общем, не знаю. Сейчас будем думать. А, сейчас я позвоню в Лавину. Наверное, узнаю, открылась ли она. Кстати, Кира, представляешь, оказывается, в Лавине были открыты магазины, такие как «Цитрус», вот эти все. А я не знала. Я думала, что она вообще полностью закрыта. Сейчас я узнала, открыты ли уже магазины одежды. И если открыты, то, может, поедем туда, а если нет, то поедем в Эрпень. На шашлык? Кира, ты хочешь шашлык? Кира, убери, пожалуйста, телефон. Алло, я с тобой разговариваю. Я хочу еще ем масло. А что ты хочешь? Я хочу вот эти вот эти... Лаваш в сулугуне? Лаваш в сулугуне кто-то хочет. Его можно у нас на гриле, кстати, сделать. Но никто же никогда не купит лаваш. Никто никогда не купит сулугуне. Покупайте постоянно чипсы. Боже, у меня, ребята, столько шерсти от собаки. Это катастрофа какая-то. Я вот сейчас смотрю на пол. Вчера вечером я пылесосила, мыла полы. Сейчас тут просто нереально. Я не знаю, эти мопсы, они так линяют. Причем не только мопс. Еще линяет и вот этот вот. Тоже очень сильно. Вот, смотрите, сколько шерсти. И это все реально шерсть. Вот. Это ужас. Это все от них. И это постоянно такое. Вот только утром просыпаешься, все. И вся кровать в шерсти надо сейчас вытрушивать. Снег. Ты линяешь очень сильно. Смотрите, что со снегом происходит. Вот это вот линяет снег. Это нереально снег. Что делать с тобой? Тебя надо, наверное, на груминг какой-то вести. А Тера у нас... Тера нет, кстати, не так сильно. Это снег. Тера вообще практически не линяет. Смотрите. Снег, я тебя побрею на лысо. Понятно? Побрею тебя на лысо. Девчонки, вы просыпаетесь? Подними ногу, подними ногу. Умри. 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 Тера думает, ты что странная? Снег, дай мне мою косточку. Снежочек, а что ты там унюхал? Малыш, что ты там унюхал? А что у тебя во рту? Ничего? Нету мячика. Он просто только что что-то нюхал, а потом рот так открыл. Что такое он нюхал? Непонятно. Встаем. А я пошла звонить в лавину. Узнаю сейчас, открылась ли она, что нам делать, куда нам поехать, как нам провести время и завтрак сделать для девчонок. Вот. А что бы нам сделать на завтрак? Я, например, буду кушать свои оладушки, которые я вчера приготовила из кабачков. Девчонки их не хотят есть. В общем, буду тогда я. У меня есть сынок, потому что я не знаю, есть ли у меня на самом деле хлеб. Я с утра за хлебом не ходила, поэтому даже не скажу. Сейчас проверю. Хлебушек, хлебушек. О, как раз... Господи, как раз есть на два бутерброда для девчонок. Мне кабачковые блинчики и завтрак готов. Так что, ребята, когда вы что-то смотрите, вы сразу думаете всегда о плохом. А о плохом думать не надо. Но на самом деле, честно сказать, я сама поверила, что это на самом деле так и было изначально. И потом, когда закончилось видео, я ещё очень долго ругалась по этому поводу. Я же не буду всё на камеру показывать, как ругают детей. Иногда их ругать можно, нужно, но на камеру нельзя. Вот, и потом они мне показывают чек и говорят, Маша, это был пранк. А я специально никому ничего не говорила. Думаю, интересно, что подумают, что скажут. В общем, ладно. Забыли, проплыли, проехали и не вспоминая им об этом. Я готовлюсь к дню. Вот что-то скажите. А, смотрела прогноз погоды. Что вам сказать? Обещают весь июнь, весь июнь месяц, то есть целый месяц лета, обещают вот такую вот погоду. Реально вот такую дождливую, холодную и неприкольную. Я надеюсь, что это, конечно, не сборется. Держу крестики, пальчики и кулачки. Я хочу, чтобы погода всё-таки восстановилась. И, наконец-то, у нас началось лето. Хочу лето. Настоящего лета. Знаете, я... Помните мою джинсовую юбку, которую я купила? Я ещё её ни разу не одевала. Реально, ещё ни разу не одевала. Почему? А потому что у меня под неё нету курточки. Если бы была курточка, я бы её уже одела, потому что моё вот это пальто, оно не подходит под эту юбку. Туда надо курточка какая-то такая коротенькая, потому что юбка очень высокая, и она пышная. И курточка должна быть какая-то вот... Я думала, что как раз поеду в магазин и куплю себе какую-то куртку, но не тут-то было. Магазинов-то нету. Они-то не работают. А у меня из всех курток, которые есть, ни одна не подходит. Представляете? Просто ни одна. Я уже на сайте смотрела, нашла себе то, что я хочу. Но дело в том, что, к сожалению, онлайн для себя покупать я не могу. Потому что мне надо миллион раз померить, миллион раз примерить, и во всех магазинах мои размеры, они всегда разные. И также модель какой-то определенной вещи в моем размере тоже иногда бывает разное. У меня бывает или XS, или S, или даже иногда M-ку приходится покупать. В общем, как-то так. А бывает XS на меня просто гигантское. Даже такое есть. Так, снег! А ну быстро ушел с моих сырников, блинчиков, оладушков. Нельзя. Уже все, уже пошел есть мою еду. Все, я готовлю завтрак. Ко мне уже тут брат наяривает, звонит. Я, видите, схожу с моими оладушками и не даю их снегу. Сейчас буду ему перезванивать и говорить, что мы будем делать. Повожу пока в холодильник, ну, его, этого снега, и готовлю девчонкам бутрики. Ну, как всегда, из итальянских булочек, сыра и чая. Позвонила я в торговый центр и, ребята, он еще закрыт. Поэтому в любом случае едем тогда в Арпень. Закрыт торговый центр, не открыли его. Да сколько ж можно? Господи! Я уже не знаю, как назвать этот карантин. Капец. Я расстроена. Завтрак съеден. Я досматриваю кино. Очень интересное. Называется До встречи с тобой. Пылесос у меня тут убирает. Я уже подготовила в Арпень отвезти лежаки. Это будет для мыши, это будет для ронды, то есть для двух котов. И отвожу в мусорник, а также... О, боже мой, коврик в коридор. Потому что мне здесь коврик не нужен. Он тут долгое время лежал. Но так как Тера ходит в туалет на пеленку, то я коврики все поубирала, чтобы она не подумала, что это я стилю для нее. Вот на время только взяла малюсенькие, чтобы чисто обувь туда поставить, чтобы не ставить в шкаф, потому что она грязнючая. Вот такие вот дела. Что там у меня, девчонки? Кирюша, Лера, вы снимаете? Ты одела мокрую кофту? Ну, покажи, какая получила. Покажи, круто получилось. Реально офигенно получилось. Кира, ты будешь собираться? Я буду снимать. Я сейчас хочу важное дело. А какое у тебя важное дело? В планшет откладываю. В твоей программе или в чем? Я буду участвовать, но я не буду участвовать. А что за важное дело? Можно узнать? Нет, нельзя. Это секрет. Секрет от мамы? Да. С ума сойти. Я с девчонками, наверное, никогда не соберусь выехать. Так, пылесос поубирал, только кухню не поубирал. Сейчас еще заброшу его на кухню. Когда мы собираемся выходить? Никогда. Кира, ты уже меня начинаешь пугать. Слушай, что ты? А, все, я понимаю. Мам, я тебе скажу, что я делаю. Что? Я тебе скажу, что я делаю. Выключаюсь. Со всеми остальными, тем, что... Мы приехали. Я первая. Мы приехали. Как тут пахнет круто. Сейчас сделаем котам приятно. Алешке дадим мусорник. Ну, вот так вот. И знаете, что мы сегодня планируем сделать? Кира хочет лаваш с сулугуни. Поэтому я сейчас возьму Алешку, и мы пойдем за лавашом и за сулугуни. Кирюшка, сразу же давай Ронди. Один пуфик Ронди, и остальное мы будем мышке давать. Ронди, Оська, мы тебе принесли. Ой, боже мой. Ронди. Что такое? Ронди. Не хочу это не... На, держи, я подумаю. Ронди, еще и получила Ронди. Посраки. Она в шоке от событий. Это же наша кошка была. Да. Она у нас в кости жила, только когда я была маленькая, и у меня было годиков пять. Мам, сколько у меня было годиков, когда мы ее дали? Вот так вот, смотри. Годиков пять, короче. Я с ней родилась. Я всю кайфушечку включила. Мам, я же с ней родилась, да? Ну да. Вот так. Идем дальше. Блин, я ничего не сняла. Я так рад. Я так рад этому мусорку. Этой мусорке. Капец. Я все время ходила с камерой, она ничего не снимала. Мусорку поставили сюда, туда теперь не будет кошка бегать. И коврик положили вот здесь вот. Мыша, я тебе переноску такую классную дала, а ты на коврике сидишь. И пошла, пошла. В общем, я хотела вам показать... Нет, вы знаете. Вы знаете, как у меня Лешка любит готовить? И какими порциями? То есть я всегда удивлялась. У него если борщ, то 15 литров кастрюля. Если плов, то 15 литров кастрюля. Если суп, то 15 литров кастрюля. Он когда ко мне приезжает, видит мои маленькие кастрюли, говорит, Маша, это что? Ну, у него кастрюли просто как, вот знаете, мивину запаривать. Как раз на один раз. В общем, и я такая сейчас. Он говорит, я котлеты жарю. И тут я смотрю на этот тазик. Фарша. Реально тазик фарша. Реально тазик фарша. Тут можно не только котлеты сделать, тут можно сделать еще и бедро голубцов, бедро котлет, еще и сварить суп с фрикадельками. Открываем люсбергур. 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 Короче, Лешка, как всегда, в своем репертуаре. Мы идем за сулугуни. Ну да, Кира ж хочет сулугуни. Да, Кира хочет сулугуни. Мы идем за сулугуни. Это, конечно. Вот тут одной порции хватит, и все. Остануешь в холодильник. Короче, ребята, я так понимаю, что я сегодня тем местом, которое для барбекю, наверное, заниматься сегодня не буду. Потому что гости приехали, котлет надо дожарить. Машка еще захотелось в сулугуни. Не Машка, а Кира. Да. Все переносится на завтра. Вот так бывает. Да. Дети у нас ушли, сами решили пойти погулять по городу Ирпеню. Ну, Лера, Кира и Сашка. Да мы вспомнили, что они с собой не взяли маски. В общем, я позвонила Кире, говорю, зайдите в любую аптеку, купите маски. Мы с Лешкой уже идем обратно домой. Купили сыра, купили сулугуни. Звонит Кира. Вы где? Я говорю, в магазине. Она, ну, клево. Я говорю, а что случилось? Мы тоже дома. Чего? Мы нигде не нашли масок. Я не знаю, как у них так получилось. Мне кажется, маски уже везде продаются. Короче, мы сейчас идем, дадим им маски, и они дальше пойдут туда гулять, пока мы будем все делать. Правильно? Да. Фу, везет только... Это только нам так везет. И нашим детям. И нашим детям, да. Они у нас вообще очень везучие. В этот раз мы мясо не брали, а купили только сырочка, только чего? Только сулугуни, зелени и лавашей. Потому что Леша сказал, что он делает очень много котлет, поэтому мясо нам не нужно. А что, угли взяли еще? Взяли этот квас взяли? Не, ну угли, квас это... Как это без углей? Это неотъемлемая часть. Да, это же неотъемлемая часть. Мы же не сможем сделать сулугуни, лавашики без углей. На сковородке не то. Надо было с собой гриль не везти, да? На сковородку, да, на сковородку я уже пробовал на сковородке. А, ну и совсем не то получается. В следующий раз буду к вам ехать, еще и гриль с собой тарабанить. Правильно. Все, все тарабанить с собой. Все свое везу с собой. Сегодня хотела взять собак, но поняла, что собаки в машину не поместятся. Сейчас таксисты, знаешь, как делают? Не разрешают на первое место садиться. Почему? На переднее? Да. Почему? Уже второй раз еду, не разрешают. Если ты без маски, то тебе только назад. Я вчера ехал в маршрутке. Вау! Слушай, и как сейчас маршрутку пускают? Я просто в маршрутках не ездила давно. У меня нету такой нужды. Ну, как тебе сказать? Это было, конечно, тяжело. Это надо было прийти на вокзал, немножко подождать, кофе попить, а потом приехала маршрутка. Самое тяжелое, надо было в нее сесть. Да, ну я серьезно говорю, как пускают маршрутку? По определенному количеству людей или все и залазят? Я не знаю, я ехал в полупустая маршрутка, все сидели, все в масках, и никто ничего никому не говорит. Понятно. Как-то так. Не, я не знаю, я же говорю, мы как-то так еще не попадалось, нам нужда, чтобы поехать на маршрутке. А если будет торговый центр, то мы туда ездим только на такси, потому что развозки нет. Так, смотри, там машина едет, просто не собирается останавливаться. Это желтая машина. Машина просто какой-то одуванчик. Фу, ладно, рука устала. У меня опять устала рука. Ты заметь, я с тобой, когда всегда иду, я начинаю снимать, у меня всегда устает рука. Потому что у тебя нет второй руки, чтобы переложить камеру. Да, потому что у меня есть штатив дома, который лежит в рюкзаке, а я его не взяла. Фух, а то не Сашка? Нет, это не Сашка. Игорешка. Игорешка, он что, к нам уже бежит? Я не знаю, куда он бежит. Он просто бегает по дороге. Видите, мальчик бегает. Я думала, он к нам бежит. Это Сашкин друг. Но нет, не к нам. Хотя, кто его знает, может быть, все скажет. Опачки, привет. Привет. Ну так, богато не будем. А кто-то попасть что-то у меня сейчас влазит. 9-1-1. Бонька. Ты мне расскажи, как это вы маски не нашли? Вот так. Вы что, ни в одной аптеке нет? Мы здесь в одну аптеку. А в аптеке не нашли. Я поняла. Ладно, идем, я тебе дам маску. Сашке дадим маску и пойдете гулять. Сейчас детям дадим маску. Сашка, что ты тут уже натворил? Ай-яй-яй. Мы мясо не покупали. Мы купили только с улугуни, потому что посчитали, что у нас есть котлеты, а вы же мясо все равно не едите. Ты едаешься? Окей? Ну что, мы уже дома. Дети уже убежали в масках гулять по Эрпеню, а я буду делать рулетики из лаваша. Делается все элементарно просто. Берется сырочек, берется лаваш, сыр вообще должен быть бруском и трется на терку. Потом туда я добавляю укропчик и петрушку, все это перемешиваю и просто закручиваю в лаваш. Я, по-моему, когда-то уже в своих влогах показывала. И на гриль-решетку. Но в этот раз мы были в магазине, там, к сожалению, не было сыра в брусках. Был только вот такой вот косичками, поэтому взяли много косичек, чтобы хватило много сыра. Сначала я нарежу сыр, перемешаю его с зеленью, а потом уже буду разбираться с лавашом. Кстати, сейчас посмотрю, насколько у нас большой лаваш. Насколько у нас большой лаваш? Насколько здесь хватит лавашиков? О, так он тут не один. Ну, посмотрите, кто вообще захватил мою кухню. Короче, здесь два лаваша. А, нет. Да, два лаваша вот таких вот. И тут, получается, хватит на два, четыре. Четыре получится. Четыре или пять лепешек. Это какая-то простыня. Лешка там тоже за кадром снимает, так что вы сможете посмотреть на его канале. Я не снимаю, я просто показываю, кто захватил мою кухню. В этот раз и я захватила твою кухню. Только знаешь, что мне нужно, чтобы ты мне помог? Мне нужно, чтобы ты мне дал какую-то емкость, чтобы я могла туда складывать сыр. Я хочу сказать только одно, Машка. Что? Ты смотри, я ж могу к такому привыкнуть. Что я типа готовлю? Что ты приезжаешь, да, и готовишь. Не-не-не-не-не-не. Вы же знаете, что я сюда приезжаю и готовят всегда Алеша. Вот, поэтому, нет, не привыкай, Алеша. Это так, чисто. Я тебе просто показываю, как это делается. В следующий раз будешь делать ты. Очень обидно. Так, смотрите, я нарезаю мелко, потом все это смешаю с зеленью и в лаваш их закручу. То есть тут ничего сложного, но очень-очень вкусно. А решетка у тебя есть, Алексей? Да. Все, отлично. Решетка есть, то есть все у нас есть. Замечательно. Как раз мы сейчас все сделаем, придут дети, мы их накормим. У меня нет беседки, нет мангала. А я себе мангал купила. Я себе купила мангал? Да. Зачем? А мы ходили в лес недавно и нужен был мангал. А, нет, ну такой разборной, типа? Да. Да нет, мангала фигня. Я хочу себе стационарный, красивый, с дымоходиком. А когда даже мы покупали такой вот? Нет, с дымоходом. А где тот, что мы покупали? Барбекюшница-то? Я уже ребятам показывал, что она заболела очень страшной болезнью. Коррозией? С ржавирусом. А, печально. Да. Коррозией. Я хочу сказать коррозией. В общем, и вот так вот мы продолжаем делать вещь на сыр с улугуни. Вот такие вот получились у нас лавашики. Теперь они идут на решетку гриль. И получается просто безумно вкусная вещь. А еще для ронды, опять ронду говорю, вспоминаю ронду, просто вот сегодня ронда у меня на первом месте. Для Бонни мы с Кирюшкой сделали подарок. Она, видите, на какой лежанке спит? Меня так это постоянно выбешивает и раздражает. Поэтому мы с Кирюшей сделали подарок сегодня всем животным. Бонни сделали подарок, мыши сделали подарок, ронды сделали подарок. И этот подарок сейчас придет вместе с детьми. Я вам обязательно покажу. это просто нереально надеюсь вещь. Потому что я ее не видела. Видела только по фейстайму и по вайберу. Надеюсь, Боньке тоже понравится и надеюсь, ей подойдет. Вроде как Сашка туда ложился и было все хорошо. Думаю, вы уже догадались. Выпускай. Поэтому аж не терпится дождаться. Лешка, а ты дожариваешь партию котлет и идем в полицию. Я дожариваю партию котлет. Я не знаю, почему-то сегодня целый день толкули. А я вчера целый день пела. Кстати, я не то что ой, ударилась. Представляете, рукой себе чуть не сбила руку. Телефоны, вообще все. У меня тут есть колонка. Я сейчас ее включу и буду слушать знаете кого? Ольгу Бузову. Мне кажется, идут дети. Точно. Да, наверное, идут дети. Встречайте гостей. Открываю, встречаю гостей. Вау! Офигеть! Ну залежайте. А мы не залезем, нужно шутки рассмаживать. А вы что, тачку привезли? Да. По крайней мере, я даже не заметил. Я вообще-то насти смотрела. Смотрите, какая шикарная переноска. Они сейчас будут кататься на тачке. А Леша сейчас будет в шоке. Бонни, домой! Бонни, домой! Бонни, домой! Бонни, домой! Домой! Я просто в шоке, дети! Вот это вы даете! Бонни, тебе новая переноска приехала, вернее, лежанка. Идемте, бегом тебя, Бонни, в нее ложить. Алеша, посмотри, что они все. Ребята, где вы эту тачку взяли? Вилла. Фирменная машина. Прикинь. Даже охранник не заметил. Охранник не заметил. Мне кажется, папе придется ее сейчас вернуть. Нет. Нет, мы просто ее сделали. Мы просто сперли. Идемте. Алеша, пошли помогать переноску, ложись с тачкой, разберемся попозже. Но я в шоке. Не, ну мы, конечно, ее занесем обратно. Мы ее сами завезем. Да, завезем, но... Давайте, на прокат взяли. Тачка на прокачку. Алеша, поможешь? Да. Смотрите, какая... Бонни, посмотрите. Боже, какая она... Она тяжелая. Она такая тяжеленная. Заносим. Слушайте, она в натуре очень тяжелая. Бонни будет счастлива. Бонни сейчас будет в шоке. Пивайте. Давайте, сейчас я это уберу. Да, Бонни, Бонни ко мне. Бонни ко мне. Бонни, подожди, давай мы тебе сейчас все тут... Она еще какая-то такая пушистая. Ага, Леша. Леша. Леша, вставай. Саша, вставай. Вот для кого-то лежанка. Для нас с Сашкой. Вставай. Так, вставайте. Вставайте. Бегом, бегом, бегом. Дайте Бонни попробуй. Кира, поднимай. Ладно, встаем. Давай, Саша, вставай. Бонечка, залазь. Давай, давай, давай. Залазь. Давай. А ну. Давай я с Бонней могу. А ну, Бонечка, как тебе? Ой, как классно. Смотри. Как вы прям. Четко. Да. Папа, смотришь нас? Супер. Супер. А я могу с ней лезать. Супер, супер. вы просто классно. Да вы супер молодцы. Собака просто мега довольная. Мне кажется, она даже улыбается от счастья. Бонечка. Солнышко. Смотри, какая ты счастливая, да? Мягко, хорошо тебе. Класс. Так, девочки. Далейте нам, пожалуйста, к вас. А я просто в шоке от вашей тачки. Там все так, там есть маленькие тачки, есть большие тачки. И там я видела один дядя тоже так делал, он взял тачку. А где вообще Билла у нас находится в Арпене? Там, где за магазин. Проходишь немного, типа как идти к нам, и там Билла стоит. Да? Да. Да, ну, конечно, прикольно. В общем, тачка на прокачку у нас тоже есть. Мама? Да. А ты еще шарики какие-то взяла? Повязка. Открой, покажи, какую повязку купили. Так, ребята, ну вы же не подумайте, что эта тачка сейчас приедет, конечно, домой. На самом деле уже мама наша, по-моему, тоже с тачкой так приходила с фуршета. Сюда привозила продукты, и потом и завозили ее обратно в магазин. Круто! Кло... А что ты мне такую не купила? Нет, мое. Ты жадина, говядина, кусок шоколадина. Да ладно, я шучу, не нужно. Мы с Кирой, если что, поменяем... Это, как это говорится? Обменяемся. Классная, с единорожкой, прикольная. В рюкзак класть? В мусорник, 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 девчонки, все в мусорник. У нас есть тачка, у нас есть, у Бони есть, у Бони есть, классный лыжак. В общем, и мы пошли жарить наконец-то наш солугунь. Леша, когда мы его уже поджарим? Мама, лезь, 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 хочу, хочу, Такой немножко кипиш у нас, но наши лавашики готовы. А, горячие Лешкины котлетки. Мы еще решили лечу, лечу, чтобы не забыть вам показать, потому что, думаю, сейчас забуду, что никто не будет верить. Дети вон повезли тачку. Все, повезли тачку на место. Привезли в ней очень тяжелую лежанку и повезли ее на место. Мы идем за детьми. В общем, Кира с Лерой пошли же отвозить тачку. Мы решили всех собрать. Боже, солнце так сильно светит. И пойти завести их на детскую площадку. Погода наладилась классно. Мистер Пак, папа влог. О, это же Марьячка Лай. Привет, можно с вами селфиться? Можно. Девочек нашли, мороженое купили. Идем на площадку. И, наконец-то, мы пришли Хейсбургу, а Леша все пытается, чтобы я его включила продиджи. А тут вот стоит дядька, он тебе сейчас споет. Сашка, где девчонки? Девчонки, девчонки. Короткие девчонки. В общем, мы пришли на самом деле на площадку, только я пока еще никого не вижу, я потеряла девочек. А где они пропали, где они делись? Вообще не знаю, где мои девчонки. где они? Вот они. Вот они, девочки. Девочки-припевочки, бургер хотите? Пока что нет. Пока что нет? Ну, проблем. Пока что нет. Пока что нет, никто не хочет бургер, поэтому отправляем детей на площадку. Ну, а сами с Лешкой на травичке, на лавочке посидим. просто пообщаемся. Сижу, ребята, сейчас я здесь в одиночестве, все поразбегались куда-то. Алешка побежал на площадку к детям, Кирюшка тоже с Лерой где-то там на площадке. А я прямо, знаете, как села и задумалась о стихотворении. сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. И я прямо вот подумала о себе, что я где-то постоянно сижу за решеткой за какой-то, и нужно из этой решетки срочно выбираться и как-то чувствовать себя немножко по-другому. И сейчас я себя реально чувствую безумно-безумно свободной. Куча людей гуляет, куча детей гуляет, и ты себя просто вот спокойно, вот реально здесь спокойно. И знаете, мне тут в Ирпине нравится. Я что-то подумала, что мы можем сюда переехать из Киева, потому что Киев как-то напрягает очень сильно. Вот не знаю, меня лично напрягает, особенно моя квартира. В моей квартире меня даже больше, наверное, напрягает воспоминания, прожитые годы, прожитая жизнь и всё полностью. Каждый угол в моей квартире мне напоминает о чём-то. Почему вот я всё выбрасываю, вот вы говорите, вы, ты выбрасываешь там то-то, то-то. Я хочу избавиться полностью от всего, чтобы мне напоминало моё вчера. Хочется видеть прямо, прямо и только прямо. И никак не вспоминать вчера. И именно из-за этого я всё выбрасываю, всё выкидываю, и постоянно делаю себе всё новое. И, возможно, когда будет всё новое, у меня будет как-то всё по-другому. Но на данный момент я чувствую здесь себя в Арпене настолько комфортно, настолько спокойно, наверное, потому что меня здесь никто не знает, и я себя чувствую просто вот уверенно. А там у меня возле дома меня все знают, и почему-то вот ко мне относятся все как совершенно к другому человеку. вот реально к другому человеку. Люшка показывает, да, наверное, где-то так. А тут меня никто не знает, я могу делать всё, что я хочу. Я только что на самом деле стояла вот на этом месте, мы стояли, включили музыку и танцевали. Вот я стояла и танцевала вот на этом месте, и никто ничего не сделал, и никто даже не посмотрел. А у меня на районе я как-то не так выйду с собакой погулять, уже посмотрели, сказали, о, ты как-то не так выглядишь, о, ты как-то хорошо выглядишь. Да вообще не смотрите на меня, ну вот реально, вот какая разница, я вышла в пижаме или в трусах. Вот бывает такое, так это всё напрягает. Лёшка, я... Нет, это мой влог. Я подумываю, что может быть где-то тут в Ирпене снять квартиру и переехать, жить сюда. Посмотри, как здесь круто. Я думаю, в Ирпене пора ставить палатку. Палатку ошел, ну, буду жить в палатке. А может дом здесь снять? Может дом здесь снять. На лето. Было бы прикольно, если бы чисто на лето, а зимой переехать обратно в квартиру. Лето, зимой тут, наверное, не очень прикольно. Я бы смешал даже себя бы квартиру, честно. Какую-то трёхкомнатную реально квартиру. Одну детскую и две взрослых. У меня ещё Лера, три детские. А я зову племяшку. Да, я же сыновила ещё одного ребёнка. Ну, значит, четырёхкомнатную, я не знаю. Короче, надо об этом подумать. Ладно, ребят, я вам выговорилась, мы, в общем, отдыхаем, просто гуляем, дети где-то там, вот там, вот где-то на площадке далеко. и я вам на сегодня скажу пока. Спасибо, что вы были с нами. Мы сегодня порадовали и животных, и детей, и вообще кайфуем, тоже наслаждаемся, отдыхаем. Всем пока! Саш! Я сказал, мы так уже идти по курям. Спасибо. Ну, всё, хорошая, хорошая.